Встреча в хижине Наплыв людей был невероятный. Никогда я такого не видел. Тысяча собачьих упряжек неслась по льду. Их не видно было за дымом. Двое белых и один швед замерзли в ту ночь. И человек 12 застудили легкие. Но разве не видел я собственными глазами дна ямы? Оно было желтое от золота, словно покрыто горчичным пластырем. Вот почему я сделал заявку на Юконе, и вот чем вызван был такой наплыв. А потом ничего из этого не вышло. Говорю вам, ничего. И я все еще не могу найти разгадку. Рассказ Шорти Ухватившись одной рукой за шест, управляющий движением собак Джон Месснер удерживал сани на тропе. Другой рукой он тер себе щеки и нос. Временами, когда их онемение чувствовалось сильнее, он тер еще чаще и крепче. На лоб его был надвинут козырек меховой шапки со спущенными наушниками. Остальная часть его лица была защищена густой бородой, по природе своей темно-рыжей с золотистыми отливами, а в настоящее время белой атыния. Перед ним плелась свора из пяти собак, впряженных в тяжело нагруженные юконские сани. По сторонке сани то и дело терлись о ноги Месснера, и на поворотах он вынужден был через них переступать. Делал он это с большой неловкостью. Он очень устал. То и дело он задевал за веревки и спотыкался, а сани наезжали на него сзади. Когда они, наконец, добрались до места, где тропа шла без изгибов, и сани могли двигаться некоторое время без его помощи, он оставил шест висеть на привязи и, онемевший правой рукой, стал усиленно о него колотить. Надо было поддерживать кровообращение в этой руке, но вместе с тем и не забывать носа и щек. — Пожалуй, для езды слишком холодно, — сказал он. Говорил он громко, как люди, привыкшие к одиночеству. — Только безумец может ездить при такой температуре. Если сейчас не 80 градусов ниже нуля, то уж, наверное, 79. Он вынул часы и затем с трудом положил их обратно в карман толстой шерстяной куртки. Потом взглянул на небо и оттянул взглядом белую полосу горизонта к югу. — Двенадцать часов, — пробормотал он. — Чистое небо и нет солнца. Он шел молча около десяти минут, после чего прибавил, словно продолжая. — Я проехал очень мало. И вообще слишком холодно, чтобы ездить. Внезапно он заревел на собак. — О-а-а! И остановился. Его охватил панический страх за правую руку, и он начал снова усиленно колотить ею по шесту. — Бедные вы, черти! — обратился он к собакам, которые грустно легли на лед, чтобы отдохнуть. Он говорил нескладно и прерывисто, продолжая бить по шесту, а не имевший рукой. — Чем это вы провинились, что другое животное завладело вами, впрягло в упряжь, сломило ваши естественные наклонности и превратило во вьючных животных? Он тер нос уже незадумчиво, а неистово, чтобы усилить кровообращение. Затем снова погнал собак. Сани ехали по замерзшей поверхности большой реки. Она тянулась за ними широкой лентой, расстилавшейся на много миль и уходившей вдаль, в фантастическое нагромождение молчаливых снежных гор. Впереди река разделялась на множество рукавов, которые окаймляли острова, вырастающие в ее русле. Острова были белые и молчаливые. Ни одно животное или насекомое не нарушало молчание. Ни одна птица не пролетала в замерзшем воздухе. Не слышно было никаких звуков и не видно признаков жилья. Мир спал, и казалось, что это сон смерти. Мало-помалу Джон Месснер как будто сам начал приобщаться к равнодушию всего, что его окружало. Мороз все больше и больше подавлял его. Он шел с опущенной головой, апатичный, машинально потирая нос и щеки, и изредка, когда можно было оставить сани без уплавления, ударяя рукой по шесту. Но чуткость собак не дремала. Внезапно они остановились, обернувшись и серьезным, вопрошающим видом уставились на хозяина. Их ресницы и морды были покрыты инеем, и сами они выглядели дряхлыми от усталости и холода. Человек хотел было снова понудить их двинуться, но сперва остановился и, сделав усилие, посмотрел вокруг. Собаки остановились у проруби. Это была неестественная трещина во льду, а отверстие, старательно прорубленное сквозь 3,5 фута льда топором человека. Толстый ледяной слой показывал, что прорубью уже долгое время никто не пользовался. Месснер продолжал оглядываться. Собаки показывали дорогу, повернувшись своим заиндевелым телом в сторону неясной тропинки в снегу, идущей от главного речного тракта к одному из островов. «Хорошо, я знаю, что ноги у вас болят», — сказал он. «Я разузнаю. Не меньше вашего я хочу отдохнуть». Он влез на берег и исчез. Собаки не ложились, держась на ногах, они напряженно ждали его возвращения. Он вернулся и впрягся в сани посредством особой веревки с ремнем, который перекинул себе через плечи. Он двинул собак направо и погнал их бегом вверх на берег. Тянуть было очень тяжело, но усталость как будто исчезла. В своем усердии вынести сани они напрягали последние силы, пригибаясь к земле и издавая радостный виск. Когда какая-нибудь собака скользила или останавливалась, идущая за нею, кусала ей зад. Человек же поощрял их и грозил и также напрягал силы, чтобы вывести тяжелую ношу. Они стремительно поднялись на берег, повернули направо и подъехали к маленькой бревенчатой хижине. Это был домик в одну комнату, размером в 8 футов на 10. Он, по-видимому, был покинут обитателями. Месснер выпряг собак, разгрузил сани и вступил во владение хижиной. Последний случайный ее житель оставил запас дров. Месснер поставил свою небольшую железную печь и зажег огонь. Он положил 5 кусков сушеной семги для собак в печь, для того, чтобы рыба оттаяла. А затем наполнил кофейник и котелок водой из проруби. Выжидая, когда закипит вода, он наклонился над печью. Влага от его дыхания замерзла в его бороде сплошным куском льда, который начал таять. Капли стекали на печь, шипели и превращались в пар. Он очищал бороду руками, извлекая мелкие куски льда, и бросал их на пол. И был погружен в это занятие, когда на улице раздался громкий лай его собак, сопровождаемый рычанием и лаем чужой своры и звуком голосов. Вскоре в дверь постучали. — Войдите, — глухо пробормотал Меснар, обсасывая лед со своих усов. Дверь отворилась, и он увидел за облаками пара мужчину и женщину, остановившихся на пороге. — Войдите, — повторил он кратко, — и закройте дверь. Завеса из пара мешала ему разглядеть вошедших. Покрывала, окутывавшие нос, щеки и голову женщины, позволяли видеть только ее два черных глаза. Мужчина был гладко выбрит, за исключением усов, покрытых и ним до такой степени, что его рот не был виден. — Мы хотели бы знать, нет ли здесь другой хижины, — сказал он, оглядывая голую комнату. — Мы думали, что эта хижина пустая. — Хижина — это не моя, — ответил Меснар. — Я набрел на нее только несколько минут назад. — Входите и устраивайте ваш ночлег. Места хватит, и вам не нужно будет ставить вашу печь. При звуке его голоса женщина быстро на него посмотрела. — Снимай шубу, — обратился к ней спутник. — Я разгружу сани и принесу воды, чтобы приготовить еду. Меснар вынес оттаившую семгу и покормил собак. Он должен был отделить их от свора чужих собак. Возвратившись в хижину, он увидел, что незнакомец уже разгрузил свои сани и принес воду. Котелок кипел. Он насыпал в него кофе, разбавил чашкой холодной воды и снял с печи. Затем положил оттаивать в печь несколько бисквитов из кислого теста и согрел горшок с бобами, который сварил накануне и вез целое утро в мерзлом виде. Сняв свою посуду с печи, чтобы пришельцы могли приступить к варке пищи, он, усевшись на своем постельном свертке, принялся за обед, разложенный на ящике с провизией. Между глотками он вел разговор о езде и собаках с незнакомцем, который наклонил голову над печкой и освобождал свои усы от засевшего в них льда. В хижине были две лежанки. Окончив прочищать свои усы, незнакомец бросил на одну из них свои постельные принадлежности. — Мы будем спать здесь, — сказал он. — Если только вы не хотите занять эту лежанку. Вы пришли первые, значит, вам и выбирать. — Занимайте, как вы хотите, — ответил местным. — Обе лежанки одинаковы. Он разложил свои постельные вещи на другой лежанке и сел на нее с краю. Незнакомец сунул маленький складной ящик с медицинскими принадлежностями под одеяло так, чтобы тот мог служить подушкой. — Вы врач? — спросил местным. — Да, — был ответ. — Только могу вас уверить, что приехал я в Клондейк не для практики. Женщина занялась варкой обеда, в то время как мужчина резал сало и подкладывал дрова в печку. Внутренность хижины была слабо освещена, ибо свет проглядывал через небольшое окно, сделанное из просаленной бумаги, и Джон Месснер не мог разглядеть женщину. Впрочем, Месснер и не особенно старался это сделать. — Казалось, он не интересуется ею, но она изредка глядела с любопытством в темный угол, где он сидел. — О, это замечательная жизнь! — с восторгом сказал доктор, останавливаясь, чтобы поточить нож в опеченную трубу. — Больше всего мне нравится в ней эта борьба, этот физический труд. Все это так первобытно и так реально. — Температура достаточно реальна, — засмеялся Месснер. — Знаете ли вы точно, сколько сейчас градусов? — спросил доктор. Тот покачал головой. — Я скажу вам, спиртовой термометр на санях показывает 74 ниже нуля. — Слишком холодно для езды, не правда ли? — Это подлинное самоубийство. Вынес приговор врач. — Вы напрягаетесь, вы тяжело дышите, вбирая в легкий ледяной воздух. Легкие охлаждаются, и верхушки их замерзают. Ткани отмирают. И вы начинаете кашлять сухим кашлем. В следующее лето вы умираете от распаления легких, удивляясь, откуда оно могло взяться. — Я останусь в этой хижине неделю, если только температура не поднимется, по крайней мере, до 50 ниже нуля. — Скажи, Котес, — заговорил он минуту спустя, — не думаешь ты, что кофе достаточно уже прокипел? При звуке женского имени Джон Месснер внезапно насторожился. Он быстро на нее взглянул, и по лицу его мелькнула тень, как бы воскресший призрак давно забытой печали. Но тотчас же, усилием воли, он отогнал призрак. Его лицо было так же спокойно, как и раньше, хотя он оставался настороже и внутренне досадовал на слабое освещение, не позволявшее разглядеть лица женщины. Она машинально отставила кофейник, затем взглянула на Месснера. Но он уже овладел собою. Она увидела только человека, сидящего на краю лежанки и изучающего без особенного внимания носки своей обуви. Но в тот момент, когда она снова повернулась, чтобы заняться приготовлением пищи, он бросил на нее другой быстрый взгляд. Глаза их на мгновение встретились, но он перевел взор на доктора, разглядывая его с еле заметной усмешкой. Она вынула свечу из ящика с провизией и зажгла. Для Месснера было достаточно одного взгляда на ее освещенное лицо. Хижина была мала, и в следующее мгновение она была рядом с ним. Она медленно подняла свечку к его лицу и пристально на него посмотрела, как будто боялась и вместе с тем хотела его узнать. Он спокойно улыбнулся. — Что ты ищешь, Тесс? — крикнул доктор. — Шпильки! — ответила она, проходя мимо Месснера и делая вид, что отыскивает что-то в плотяном мешке. Они разложили обед на своем ящике и усилились на ящик Месснера, прямо против него. А Месснер растянулся на своей лежанке, подперев голову рукой. Было так тесно, что казалось, будто все трое сидят вместе за столом. — Откуда вы едете? — спросил Месснер. — Из Сан-Франциско, — ответил доктор. — Но я здесь уже два года. — Я сам из Калифорнии. — сказал Месснер. Женщина посмотрела на него умоляюще, но он улыбнулся и продолжал. — Из Берклевского университета знаете? — Да, вы похожи на ученого, — сказал доктор. — Жалею об этом, — засмеялся Месснер в ответ. — Я предпочел бы, чтобы меня приняли, например, за золотоискателя или погонщика собак. — Он не больше похож на профессора, чем ты на доктора, — заметила женщина. — Благодарю вас, — сказал Месснер. — Затем, обратившись к ее спутнику, он спросил. — Между прочим, могу ли я узнать ваше имя? — Хейертон. — Если вы мне поверите на слово. — Я оставил визитные карточки вместе с цивилизацией. — А это миссис Хейертон? — улыбнулся Месснер, слегка кланясь ей. — Хейертон хотел спросить имя собеседника. Он уже раскрыл рот для вопроса, но Месснер продолжал. — Кстати, доктор, быть может, вы сумеете удовлетворить мое любопытство. В академических кругах года два-три назад произошел скандал. Жена одного из профессоров английского языка, простите мне этот легкомысленный рассказ, миссис Хейертон, исчезла с каким-то доктором из Сан-Франциско, хотя я не помню его имени. Вспоминаете вы этот инцидент? Хейертон кинул головой. Да, в свое время это произвело большой шум. Его имя было Уомбл, Грэхм Уомбл. У него была громадная практика. Я несколько был с ним знаком. Очень хотел бы знать, что с ним сталось. Быть может, вы что-нибудь слышали? Они не оставили никаких следов? Они очень ловко скрыли все следы. Хейертон откашлялся. Был слух, что они отправились в южные моря и там погибли на торговом судне во время тайфуна. В первый раз об этом слышу, сказал Месснер. Вы помните этот случай, миссис Хейертон? Отлично, отвечала она, и спокойный ее тон совершенно не вязался с лицом искаженным гневом. Она отвернулась, чтобы Хейертон не заметил. Тот снова хотел было спросить имя Месснера, но последний продолжал. Я слышал, что этот доктор Уомбл был очень красив и имел большой успех у женщин. Но, во всяком случае, эта история прикончила его, проворчал Хейертон. А женщина была, кажется, очень сварлива. Я слышал в Беркли, что жизнь ее мужа была не из приятных. Я ничего об этом не слышал, возразил Хейертон. В Сан-Франциско говорили совершенно другое. Женщина-мученица, распятая на кресте за мужество? Доктор утвердительно кивнул. Серые глаза Месснера казались сдержанно любопытными. Он продолжал. Как и следовало ожидать, были две точки зрения. Живя в Беркли, я знал только одну сторону дела. Пожалуйста, ищу кофе, сказал Хейертон своей спутнице. Женщина наполнила его чашку и рассмеялась легким смехом. Вы сплетничаете, как две старые дамы. Это очень интересно, улыбнулся и Месснер и продолжал разговор с доктором. Муж, по-видимому, имел неважную репутацию в Сан-Франциско. Наоборот, он был педантичен, выплыл Хейертон с несколько излишней горячностью. Маленький ученый сухарь без единой капли красной крови в теле. Знали вы его? Нет, я никогда его не видал. Я никогда не вращался в университетских кругах. И опять одностороннее мнение, заметил Месснер. Хотя он и не представлял собой ничего особенного в физическом отношении, все-таки едва ли был так уж плохо. Он принимал деятельное участие в студенческом спорте. И не лишен был некоторого таланта. Он написал однажды пьесу, имевшую крупный местный успех. А потом я слышал, что его должны были назначить заведующим секцией английского языка. Но произошел этот казус, и он вынужден был уехать. Примечание. Казус. Случай. Конец примечания. Это разбило его карьеру. Так, по крайней мере, казалось. Во всяком случае, мы считали, что он окончательно выбит из строя. Думали также, что он очень любит свою жену. Продолжение следует. Продолжение следует...